Новости на телеканале Хабар 24. О событиях в стране и мире к данному часу расскажу вам я, Сергей Гергель. Здравствуйте. В Восточном Казахстане продолжают ликвидировать последствия выпавших осадков. С территории шести потопленных районов откачали больше 34 тысяч кубометров воды. В области по-прежнему действует оперативный штаб департамента ПУЧС. За последние сутки спасатели приняли около трех тысяч звонков от населения. На прямой связи со студией из Усть-Каменогорска Вячеслав Витлугин. Вячеслав, здравствуйте. Какова ситуация в регионе на данный момент? Добрый день, Сергей. Обстановка в Восточном Казахстане действительно постепенно стабилизируется. По самым последним данным областного ДЧС, из 136 подтопленных дождевыми осадками домов вода убыла. На шести участках подмытых дорог переливы прекратились. Восстановительные работы продолжаются сейчас на республиканских трассах Курчум-Маралды и Омск-Майкопчегай. В селе Мамай-Батыр, где вода шла поверх моста, силами дорожных служб вскрыто дорожное полотно. Обеспечен пеший проход. В Курчумском районе спасателями организована переправа. Там ведется их круглосуточное дежурство. Также рассматривается вопрос по восстановлению моста и прокладке объездной дороги в данном населенном пункте. Сергей, такова обстановка на данный час. Спасибо, Слава. Я напомню, Вячеслав Федлогин был на прямой освещении со студией и рассказал о ситуации с подтоплениями в Восточно-Казахстанской области. Другим темам. Больше ста госслужащих наказали в прошлом году за нарушение норм служебной этики. Чаще всего их обвиняют в хамстве при обращении с услугополучателями, некорректном поведении и грубом обращении. Об этом говорилось на семинаре по повышению качества оказываемых госуслуг. По словам участников, предстоит проделать серьезную работу для повышения уровня этики государственных служащих. Только в Астане их насчитывается порядка четырех тысяч. В частности, планируется повысить ответственность за коррупционные преступления или дисциплинарные проступки, провести разъяснительные работы с руководством госорганов по этике, общение с подчиненными, а также перевести ряд государственных услуг в электронный формат. Есть над чем поработать. И агентство, как я уже говорил, совместно с внедеренными институтами будет взаимодействовать с общественностью и госорганом в вопросах повышения уровня этичности, создания благоприятного морально-технологического климата в коллективе. Предприниматели и госслужащие АКТОБИ объединяют усилия в борьбе с коррупцией. Там разработали дорожную карту между Департаментом агентства по делам государственной службы и Региональной палатой предпринимателей. Это сделано, чтобы провести анализ коррупционных рисков в деятельности государственных организаций. Ранее в регионе уже проводился подобный мониторинг некоторых сфер. Выяснилось, что сложности у предпринимателей возникают при обращении в отдел земельных отношений и архитектуры. Также не лучшим образом влияют на ведение бизнеса и необоснованные проверки со стороны налоговиков. Кроме этого, спорные вопросы возникают также при осуществлении государственных закупок. Чтобы строить газовые станции, чиновники требовали архитектурно-планировочные задания. Мы начали вникать в это дело. Оказывается, для строительства этих станций АПЗ не требуется. Этот вопрос решился положительно. Налоговые службы много проверяют. Иногда те старые, скажем, 2005-2007 года. Хотя срок давности вроде уже прошел. Мы будем анализировать нормативные права, акты, которые регулируют деятельность той или другой среды. Если есть там коллизии, то мы вносим свои предложения и рекомендации в предстоящие государственные органы. Мы совместно с АТОМИКЕМ проводим анализ коррупционных рисков, деятельностей того или другого государственного органа, который оказывает непосредственные услуги нашим предпринимателям. Между тем, в Мангистаусской области свели к минимуму число проверок субъектов малого и среднего бизнеса по сравнению с 2016 годом. Это стало одним из критериев, по которым регион вышел на второе место по республике по легкости ведения бизнеса. В рейтинге также учитывались доступность информации для начинающих предпринимателей, количество финансовых организаций и проекты, позволяющие вовлечь как можно больше людей в малый и средний бизнес. Подробности у Ольги Золотых. Это сейчас молочный завод Зареты Фаталиевой выпускает 20 тонн продукции в сутки, а на четырех открытых ею производствах трудятся почти 250 человек. А 13 лет назад здесь были лишь голые стены, и развитие бизнеса шло постепенно. Сначала закупила оборудование и запустила производство молока, затем был открыт хлебозавод, кондитерский цех, а совсем недавно цех по выпуску макарон. Документов для создания самого первого бизнеса в 2005 году пришлось собирать много и долго. Последний цех открыл с минимальным пакетом, да и по управлению бегать не пришлось. Госорганы работают по принципу одного окна. Сократилась и бесконечная череда проверок. Если раньше 100% было проверок, сейчас почти на 90% уменьшилось. Это я могу сказать с уверенностью, потому что я как руководитель чувствую это, что мне приходится меньше внимания уделять проверкам, а более я уделяю внимание своему производству. В Мангистауской области малому и среднему бизнесу пришлось на тысячу раз меньше встречать на пороге комиссию. Именно настолько снизилось число проверок в регионе по сравнению с 2016 годом. Больше всего их приходилось на долю таких госорганов, как Департамент охраны общественного здоровья, ЧАЭС и ГАСК. По именно ГАСКу, по Департаменту охраны общественного здоровья есть небольшие увеличения по отношению к прошлому году. Сейчас работа очень большая ведется. По тому же Департаменту охраны общественного здоровья могу сказать, что на сегодняшний день у этого государственного органа по 26 пунктам есть сокращение по проверкам. Такая политика государства дает плоды. В прошлом году в регионе выросло количество желающих открыть собственный бизнес сразу на 18%. Всего же в Мангистауской области на сегодня зарегистрированы 46 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Львиную долю занимают нефтесервисные компании, предприятия легкой промышленности и фермерские хозяйства. Ольга Золотых, Ренат Дусалиев, Актау, Хабар, 24. Их события в мире. На востоке Афганистана, в провинции Нангар-Хар, в результате ракетного удара талибов погибли 7 мирных жителей. Все они члены одной семьи. Отмечу, ситуация в Афганистане остается напряженной. Талибы, ранее взявшие под контроль значительную территорию в сельских районах страны, проводят наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние группировки Тегил. Мир моды Скорбит скончался известный французский модельер Юбер де Живанши. Ему был 91 год. Отмечу, Живанши основал Дом Высокой Моды в 1952 году. Он прославился своими нарядами для фильмов с участием Одри Хепберн, в том числе для культовой картины «Завтрак у Тиффани». У него заказывали платья Грейс Келли, Грета Горбо, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман. Живанши также был одним из первых, кто предложил модной публике линию Пре-Те-Порте. И еще в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался народный артист СССР Олег Табаков. Напомню, о госпитализации актера стало известно еще в ноябре. Позднее в СМИ появилась информация, что Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В связи с кончиной артиста в Московском художественном театре на три дня отменены все спектакли. Актер блистал на сцене и экране более полувека. За свою карьеру Олег Табаков сыграл больше 120 ролей в кино и около 100 в театре. Кроме того, он принимал участие в озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят такие известные мультгерои, как Барбос или Кот Матроскин из Простоквашина. Табаков был застоян многих профессиональных званий, премий и наград. С 2001 года он входил в состав Совета по культуре и искусству при президенте России. Лидеры консервативного блока христианско-демократического и христианско-социального союзов и социал-демократической партии Германии подписали в Берлине коллекционное соглашение о создании нового правительства. Теперь страну от образования нового кабинета министров отделяет лишь небольшой шаг. 14 марта Бундестаг проголосует за кандидатуру на пост канцлера. Аналитики прогнозируют, что без особых трудностей победит Ангела Меркель, действующий глава Кадмина, поскольку коалиция занимает почти 400 мест в парламенте из 709. Напомню, парламентские выборы прошли в Германии в сентябре прошлого года. С тех пор ФРГ живет без правительства. Пришло самое время начать работу. Новое правительство приступит к ней после долгого процесса формирования, что, безусловно, связано с результатами выборов в Бундестаг. Цель работы нового кабинета – повышение благосостояния граждан Германии, укрепление безопасности, а также выстраивание отношений США, России, Китаем и другими государствами. Реализация пяти инициатив президента помимо социального эффекта положительно отразится на макроэкономических показателях страны, считают эксперты КИСИ. К примеру, ипотечная программа 7-20-25 будет способствовать развитию строительной и банковской сфер. Кроме того, инициативы скажутся на росте человеческого капитала, финансового сектора, а также ряда отраслей промышленности. Это государственная программа, это прежде всего социальная программа, не коммерческий проект, это ипотека новая. Государство от этого большой выгоды не имеет. То есть это государство отдает деньги, чтобы потом это и вернули. То есть, как и то же самое, государство фактически в долг дает. В долг дает на маленький процент, и потом возвращается. И мы должны все разъяснять, начиная от экспертов и простых граждан, кончая министрами, премьер-министрами, должны объяснять. У людей должно быть доверие. В Павлодаре построят еще одно новое студенческое общежитие. Актив области единогласно поддержал инициативу главы государства обеспечить студентов вузов и колледжей достойными условиями проживания. Отмечу, регион лидирует по количеству домов студентов. Только за последние пять лет сдали в эксплуатацию четыре студенческих общежития. Одно из них заселили в конце прошлого года учащимися колледжа цветной металлургии. Ирбол Абишев продолжит тему. Студенческое общежитие для колледжа цветной металлургии построил Павлодарский алюминиевый завод. Предприятие готовит здесь для себя профессиональные кадры. Поэтому для завода важно обеспечить жильем своих будущих специалистов. Студент второго курса Тлег Хамитов в прошлом году был вынужден снимать квартиру. Теперь живет в комнате совершенно бесплатно. Вчера только услышал, что президент сказал, что ипотека будет по 7%. И это меня обрадовало, потому что я хочу в будущем жениться, стать профессионалом своего профессии и купить себе квартиру на ипотеку. Для студентов здесь создали все условия. Собственный тренажерный зал, кафе самообслуживание, где можно готовить еду, прачечная. Пять этажей поделены между парнями и девушками. Такому дому студентов можно только завидовать. Вообще проблемы студенческих общежитий в регионе занимаются давно. Например, в Павлодарском государственном университете, хоть недавно и построили новое общежитие, есть острая нехватка мест. Почти 2000 студентов сейчас нуждаются в жилье. По решению актива нам дали недельный срок по составлению проектно-смертной деятельности для выбора места по строительству общежития. Поэтому все вот эти инициативы, которые были предложены президентом, они облегчают жизнь и создают более комфортные условия для наших студентов. Система высшего образования Павлодарского приоритышей в последние годы все больше принимает студентов из других регионов страны. По программе СЕРПН сюда едут учиться в основном из южных областей республики. Инициатива президента об увеличении государственных грантов даст возможность принять еще больше желающих получать высшее образование. Это количество увеличится за счет технических специальностей. Для той промышленной экономики, которая сейчас у нас 4.0, для повышения индустриализации, эти специальности имеют большое значение. Особенно это касается таких специальностей, как IT-технологии, робототехника. В ближайшие два года студенческое общежитие появится и у Павлодарского государственного педагогического университета. Сейчас здесь в жилье нуждаются почти 400 студентов. Ербул Абишев, Самат Аспанов, Алексей Менецкий, из Павлодара, Хабар, 24. Петропавловские бизнесмены установили пандус для колясочника. 61-летний Шамиль Резванов – сапожник. Он инвалид с детства. Раньше мужчина передвигался на костылях, но в 2016 году получил перелом тазобедренного сустава и пересел на коляску. С тех пор на улицу мужчина выбирался редко, только при помощи работников инвотакси. Пришлось забросить и любимую работу. Теперь, благодаря поддержке предпринимателей, сапожник с 30-летним опытом снова сможет заняться бизнесом. Сейчас дополнительный поручень поставят, параллельно перелом. Тогда уже буду выходить самостоятельно. Буду хоть ездить на работу, буду работать. Уже полтора года, что я не работаю, думаю, сидеть устал. Здесь вот напротив вот этого подъезда, что там стоит у меня киоск. Землю временно арендовал, киоск купил сам. Современная линия по производству печенья будет запущена в скором времени на одной из кондитерских фабрик Карасайского района в Алматинской области. Сейчас половина выпускаемой здесь продукции отправляется на экспорт в 15 стран. За счет выпуска новых производственных цехов предприятие намерено расширить географию поставок за рубеж, рассказывает Гульнар Жантасова. Почти 20 тысяч тонн продукции в год выпускает эта кондитерская фабрика. Ассортимент превысил уже 200 видов. Конфеты в шоколадной глазури, печенье различных видов, с начинкой и без нее, вафли, рулеты. И все это изготавливается на современных линиях производства. Процесс полностью автоматизированный. На заводе трудится 200 человек. В основном жители близлежащих населенных пунктов. Новым технологиям обучают здесь же, без отрыва от производства. Сейчас на фабрике насчитывается 6 производственных линий. Благодаря постоянной модернизации предприятие идет в ногу со временем. Это благотворно сказывается на себестоимости продукции и ее конкурентоспособности. Практически половина нашей продукции поставляется на экспорт. Это не только страны Азии, но и России, Германии. Всего около 15 государств. Поскольку мы осваиваем новые технологии, у нас все оборудование современное, автоматизированное. Сейчас ведем переговоры с представителями еще нескольких стран, чтобы в будущем отправлять им наш казахстанский продукт. В прошлом году, благодаря внедрению цифровых технологий, модернизации предприятий и открытию новых производств в экономику Карасайского района, было вложено 112 миллиардов тенге инвестиций. Объем промышленного производства в 2017 году составил почти 210 миллиардов тенге. В основном за счет деятельности крупных предприятий. В этом году ожидается, что эта сумма будет больше. Одно из ведущих предприятий района приступило к модернизации производства. В этом году в районе появится еще ряд современных теплиц. В Карасайском районе сегодня работает около 20 крупных производств. Они заняты в сфере пищевой промышленности, переработки сельского хозяйства, фармацевтики и строительства. Их деятельность полностью основана на цифровых технологиях. В Западно-Казахстанской области приступили к реализации картофеля из ТАП-фонда. В ближайшие дни на прилавке выставят и другую продукцию. Такая товарная интервенция проводится, чтобы не допустить резких скачков цен на продукты в весенний период. На это же нацелены и возобновившиеся сельхоз-ярмарки. Минувшие выходные свою продукцию привезли производители из четырех районов области. Горожане смогли купить недорогое мясо. Например, конину за 1400 тенге, говядину за 1300, а баранину за 1200 тенге. Все быстро закончилось. К сожалению, мясо успела купить. Оно здесь гораздо дешевле, чем на рынке. Покупать дорогое мясо нет возможности. Обязательно приду на следующую ярмарку. Ниже рыночных, поэтому и горожане сегодня приходят. Данная мера позволяет нам стабилизировать немного на рынке цены на самые проходящие товары сельскохозяйственного продовольства. Это вот яйца, картофель, лук, мясо. Вот рыбу привезли. Больше ста рыболовов на Узенкольском водохранилище участвовали в соревнованиях по рыбной ловле. В облах сазан, карась и щук оказались на крючках любителей зимней рыбалки. Улов команды победителей из села Федоровка – 9 килограммов рыбы за три часа. Участники соревнований делятся секретами удачной ловли. На какую наживку рыба лучше клюет и какие снасти брать на рыбалку. Кроме того, опытные любители учат молодежь заботиться об окружающей среде, рыбачить, не причиняя вреда водоемам и их фауне. Этой зимой толщина льда на реках Западно-Казахстанской области местами достигала больше полуметра. Поэтому лунки нужны, чтобы обеспечить рыбу кислородом, говорят любители ловли. Снега в этом году много, противомор. Надеемся, что все будет хорошо. Всех призываю к активному отдыху, побольше таких вот выездов. Спасибо большое организаторам, что делают такие вот мероприятия. Рыбачат, заодно они проводят аэрационные работы, противозаморные. После того, как закончат рыбный лов, пройдет взвешивание. Все ставят в лунки свои камыш. Это будет помогать рыбе. В Берлине в рамках международной туристической выставки ITB казахстанские музыканты выступили с концертом. Он состоялся по инициативе национальной компании «Казахтуризм». Зрители смогли насладиться звучанием дамбры, шанку быза и сас сырная. А благодаря театральной постановке узнать историю каждого инструмента. Особенностью концертной программы стал танец «Кара Жорга», которую зрители исполнили вместе с артистами. Прямо в зале посетители выставки разучили движения, а после уже под музыку старательно повторяли каждый элемент. Гости рассказывают, что получили большое удовольствие. Многие признаются, что в будущем хотели бы посетить Казахстан. И до данного часа это все события, о которых мы вам хотели рассказать. Я же не прощаюсь с вами. Увидимся менее чем через два часа. Субтитры создавал DimaTorzok